Мы вчера сказали, что человек, который пошел спать ночью и проснулся, должен сказать Биркота Тора. Потом был вчера вопрос, с какого времени можно говорить утренние благословения, Биркота Шаха, те, которые идут до Биркота Тора. Правило такое, человек, который пошел ночью спать, ночь имеется в виду с захода солнца, с выхода звезд. Когда вышли звезды, это считается ночь, неважно во сколько это, это в 9 часов ночи, в 10 часов ночи, как летом, или это в 7 часов, как зимой. Человек пошел спать, если он проснулся до полуночи, то он не имеет права говорить Биркота Шаха. Но Биркота Тора он должен сказать. Если он проснулся после полуночи и больше не будет спать, а будет изучать Тору до восхода солнца, то тогда он говорит все. Биркота Шаха и Биркота Тора. Человек, который ночью не спал и всю ночь изучает Тору, тогда, когда появляются первые лучи солнца, утренний заряд, тогда он говорит Биркота Тора, останавливает свое изучение Торы, говорит Биркота Тора и потом продолжает дальше. Поэтому человек, который проснулся в 2, в 3, в 4 часа ночи, чтобы потом пойти в синагогу, имеет право уже все благословения от Мода Ани по порядку сказать, при условии, что он больше не намеревается пойти спать. Но если он намеревается пойти спать до утренней зари, то есть еще примерно 1 час, 1 час 15 до Неца, тогда Биркота Тора, 3 последних благословения, которые там написаны у нас, связанные с Торой и там отрывок из Биркот Куаним, он да говорит, но благословения утренней Макирасурим, Зокеф Кефуфим, это он не говорит, если он намеревается пойти до утренней зари. Если же не намеревается, тогда говорите благословения по порядку. Баруха донай лаулам, амин, амин.